привет народ сегодня с вами снова я евгений пугач и в данном видео хотел бы с вами поделиться моими размышлениями на тему кому же все таки подходит бариатрическая операция кому нет кому стоит ее делать кому нет хочу заявить что я не доктор я не врач у меня нет никакого медицинского образования все что я рассказываю в этих и остальных видео на данном канале это конкретно мой опыт опыт общения с людьми и поверьте мне я живу в израиле у меня очень большое количество друзей кто сделали эту операцию также есть замечательная группа на ватсапе ссылка кстати на эту группу есть и в описании каждого ролика и в данном конкретно видео на будь первом комментарии поэтому можете кликнуть зайти на ватсап там есть довольно большое количество народу все бариатрики почти все или те кто планирует делать операцию ближайшее время и мы обсуждаем там темы кому стоит кому не стоит и делимся опытом теперь как я говорил в прошлых своих видео что бариатрическая операция это не некое колдовство или волшебство да я когда шел на свою первую операцию думал сделаю операцию она будет работать все будет вот так ни хрена до операции работала года полтора а потом потихонечку стала отходить на второй план поймите если вы любите жрать много жрать вам операция поначалу поможет неважно какой вы сделаете первый год вы бы вы скинете вопрос сколько да я знаю если вы которые скидывают там поди всего лишь 10 килограмм я допустим за первые примерно полтора года скинул около 90 килограмм все зависит от нашего первоначального веса но поймите одну простую вещь если вы планируете продолжать жрать еще раз не не кушать и жрать так же как вы делаете это сегодня то операция вам не поможет да она поможет на один год но может быть два года потом все будет очень плохо я лично знаю человека даму я не буду называть ее имя я знаю что номер смотрит я обещал что не буду называть ее имя она сделала свое время слив и через два года после того что она сделала слив ее вес составляет больше чем был чем она сделала тогда первую эту свою операцию на больше не хочет делать вторую операцию хотя я на нее давлю она не хочет она сделала слив поэтому ребят если вы думаете что в это волшебная палочка это не будет работать можете зайти на youtube если вы попали на этот ролик поверьте мне вы смотрели ютюб вы видели как там все люди красиво описывают право это врачи поэтому заметьте не врачи пациенту вау после бариатрии все вот такие красавчики она всем подходит ребят не ведитесь на это не ведитесь не верьте никому и мне не верьте все мои слова подвержайте сомнению подвергайте сомнению проверяйте праве или нет победить перед тем что вы идете на операцию если у вас скажем как у нас в израиле от операция бесплатно для тех кто подходит по критериям если вы платите за эту операцию поверьте мне врачи сегодня это не я бы я не говорю все игру очень многие вы для них как мешок с деньгами не с вас должны взять какую-то сумму за сервис который вам они дают на данный случай мы имеем ввиду говорим о бариатрических операциях это услуга и все врачи хотят вам сделать операцию все 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 вы приходите крышу доктор какую операцию делать решая сам я могу делать и любую не ведитесь на на это делайте проверки перед операцией чтобы понять что вам можно что не очень можно у меня есть подписчица зрительница из баку которая пришла к врачу он ей сказал вот те подходит от операции сделал чуть ее не угробил ей нельзя было делать слив потому что у нее были мы специфические проблемы есть люди которым нельзя делать шунтирование и судью которым нельзя делать саде есть люди которым вообще запрещено делать бариатрической операции поверьте если вы идете на платную медицину сейчас неважно это в россии в турции в америке неважно же если вы идете платно в израиль то что в израиль если даже идете платный или бесплатно вам конечно операцию сделать но комиссию вам сделают медицинской обязательно и проверят, какую же вам операцию стоит делать, а какую не стоит, и можно ли вообще вам делать операцию. А вы знаете, что очень часто, как правило, даже, скажем так, в 60% случаях проблема-то у нас с лишним весом. Я не буду говорить слово «голова», про это буду говорить потом. Она происходит из-за гормональных сбоев, и что прежде чем, перед тем, как вы пойдете на бариатрическую операцию, примите решение, что да, я хочу делать бариатрическую операцию, вам все-таки стоит посетить эндокринолога и проверить, а вдруг у вас проблемы с гормонами. Я знаю, много людей, кто реально пошел к эндокринологу, нашли проблему с гормонами, решили проблему с гормонами, в процессе решения проблемы с гормонами вес сам стал падать. Да, они не стали балеринами или майоплесецками, естественно, но они похудели и выглядят очень хорошо. Не всегда, не всегда бариатрическая операция – это правильное решение. Дам пример. Возьму сейчас мужиков, да, суровых мужиков. Которые идут под нож. А вы знаете, что у мужчин, еще раз, грубо говоря, есть два типа живота. Один мягкий такой, да, и рыхлый, второй такой твердый. Вы знали, что когда у мужчины живот мягкий, это говорит о том, что он реально кушает много углеводов. Это углеводный живот, это жирный живот. А когда у мужика живот как камень, твердый, это, как правило, проблемы с тестостероном. А тестостерон – это гормон. Поэтому, прежде чем вы решились на операцию, вот вы уже решили, я хочу, я рад за вас, круто, поздравляю, решение, скорее всего, правильное. Но пройдитесь по всем врачам. Это сэкономит вам кучу здоровья и время. Вы не представляете, и большинство из вас, мне, может быть, даже еще в конце спасибо скажут за этот маленький совет. Пройдитесь, потому что эндокринолог вам крайне важен. Крайне важен. Если мы говорим о дамах, у дам бывают некие психологические проблемы, и про них я тоже буду рассказывать немножко позже в других своих видео. И я буду рассказывать. Есть много проблем. Поверьте мне, решение, абориатрическая операция, но, скорее всего, верно. Если вы дошли до некого до веса, который вы не можете скинуть, ну, это не волшебные палочки, и она не всем подходит. Не всем. Если вы будете жрать так же, вам это не поможет. Если вы будете кушать сладко... Вот сейчас вот вы скажете, Женек, ну смотри, ну я же вот сделаю операцию, не смогу кушать, не могу кушать, скажем, литр оливье, да, вспомнился фильм ДМБ. Нет, оливье не сможете. Ну, блин, мороженое вы литр спокойно обриходуете. Скажете, Женек, как, 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 литра мороженого, это ж куча, как, объясню. Ну, бариатрик становится хитрый, после операции он становится очень хитрый. И главное, обманывает, обманывает, самое главное, себя, не остальных, а себя. Что бариатрик делает? Бариатрик делает себе много, много, много жидкой еды. Мороженое, это жидкость. Вы в курсе, что бариатрик, неважно, какую операцию он сделает, если он начнет кушать через трубочку или маленькими ложечками то же самое мороженое, он спокойно, преспокойно убьет килограмм мороженого, литр мороженого, за очень короткий срок. И что он этим сделает? И нахрена тогда он делал операцию? Я понимаю, что вы, люди большие, цепочку можете спокойно завершить сами. Поэтому, кому делать операцию, решать не только вам, а решать врачам. Если вы идете к первому врачу, он говорит, так мы тебе хоть завтра сделаем операцию, бегите от этого врача. Это не врач. Это хрен знает что. Это тот человек, ну, мне трудно таких людей называть, кто хочет поиметь ваши деньги и, может быть, ваше здоровье. А в худшем самом варианте развития событий в вашу жизнь, да, у вас взбудут анализы крови общие, да, там проверить, какая у вас группа крови и прочее, и все. Если видите, что на этом заканчивается, вас не просто принести снимки, кардиограмму сердца и прочие медицинские минимальные проверки, бегите, извиняюсь, в такой клинике. Грош цена такой клиники, поверьте мне, только вы можете быть ответственны за себя и никто. Если это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые интересные видео. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова